Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем об убийстве, которого не было. Вы имеете право! Мужчина решил покончить с изменившей сожительницей, а затем явился в полицию с повинной. Вылетела с дороги и врезалась в столб. Потрезали, потрезали. Он слева направо, потрезали. Кто, по мнению очевидцев, виноват в аварии на проспекте Ямашева? Чужой паспорт как средство личного обогащения. Вы считаете, что это длинное наказание? Приговор за мошенничество двухлетней давности. Это и не только прямо сейчас. Увидев доказательства измены, решил убить свою сожительницу. Затем мужчину замучило совесть, и он пришел в полицию с явкой с повинной. И удивился, узнав, что его жертва жива и даже здорова. Нафиса Минязова о любовной драме. Вы имеете право! Вы имеете право! А что произошло-то? Ничего у нас не произошло! Сегодня на месте, где все случилось, проходил следственный эксперимент. Восстанавливали ход событий. Впервые увидевшись с того момента, бывшие сожители продолжили выяснение отношений. По версии следствия, 19 февраля подозреваемый Блохин пришел в квартиру своей сожительницы по улице Авангардной города Казани. При этом в мусорном ведре он обнаружил использованные презервативы. В связи с этим между сожителями произошла ссора, в ходе которой женщина потребовала, чтобы Блохин покинул квартиру. Но вместо этого сожители стали распивать спиртные напитки, а затем уснули. Однако, как выяснили следователи, проснувшись ночью, мужчина взял на кухне нож и положил под подушку. Намереваясь на утро убить неверную подругу, только и утром они продолжили распивать спиртное. После чего они снова уснули. Проснувшись вечером, злоумышленник поджег в квартире шторы и ушел из дома. Да и не поймешь, что это за дом, что за квартира. Ну, угоразил, нам повезло так. Соседка этой пары признается, они не дают спокойно жить. Сожители, говорит, постоянно пьют, затем громко и буйно выясняют отношения. Регулярно дерутся, а случалось, что выбивали окна. В этот раз, рассказывает, было то же самое, только закончилось поджогом. Я, например, лично собиралась спать, муж уже спал. На соседку постучал, сказал, срочно надевайтесь, выходите, пожар. Пока ждали пожарных, соседи разбудили потерпевшую и своими силами потушили пожар. Но мужчина об этом не знал, был в полной уверенности, что женщина погибла. И пришел в полицию с явкой с повинной. И от полицейских уже узнал, что убийцей он так и не стал. Но в отношении него все же возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Мужчину задержали. К слову, подозреваемый уже дважды привлекался к уголовной ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога. Нафиса Минязова, Константин Бушуй, вызов 112. «Шевроле Ланос» и «Киарео» столкнулись на пересечении улиц Профсоюзная и Чернышевского. По предварительной версии, корейский автомобиль ударил «Шевроле», когда тот двигался по главной дороге. В результате удара слетел передний бампер. У второй машины повреждена правая передняя часть. А во дворе одного из домов по улице Гаврилова автоинспектора остановили подозрительный автомобиль. Внимание сотрудников привлекла водитель «Киарео». Молодой девушке были признаки алкогольного опьянения. Все сомнения развеялись после прохождения теста на употребление спиртного. Прибор уловил больше 0,3 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Теперь автоледи грозит лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет. Кроме того, и придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль же в таких случаях отправляют на штрафстоянку. Серьезная авария произошла сегодня днем на пересечении улиц Воровского и проспекта Ибрагимова. Там столкнулись два автомобиля «Киа Церрата». По предварительным данным, кто-то из участников выехал на красный сигнал светофора. По повреждениям машин можно понять, что удар был сильным. У красной иномарки повреждена левая боковая часть, у другой же машины пострадал передний бампер. От вылета красной «Киа» на пешеходный тротуар спасли сугроб и маленький забор. На проспекте Ямашево автоледи, управлявшая «Фольксвагеном Гольф», на полной скорости вылетела с дороги в сугроб, а затем врезалась в столб. Все произошло сегодня утром, и свидетелей происшествия было много. Все как один уверяли, столкновений с другими машинами не было. Но уверены, что в случившемся виновата вовсе не автоледи. Словат Мухаммад Долин о предположительных причинах случившегося. Автоледи, управлявшая «Фольксвагеном» утверждает, вылетела в столб из-за того, что ее подрезал попутный автомобиль. Они направлялись по проспекту Ямашево с улицы Чистопольская. Подробнее комментировать произошедшее она отказалась. По словам очевидцев, водитель «Лада Калина» резко перестроился в ее ряд прямо перед иномаркой, при этом не включив поворотники и никак не показав, что собирается сделать такой маневр. В результате автоледи, пытаясь избежать аварии, вывернула руль. Столкновение с «Ладой» избежать она смогла, но вылетела с дороги и прочно засела в сугробе. А правда, что вы подрезали? Водитель «Лады» убегает от камеры. Своей вины он не признает. На месте ДТП работали сотрудники автоинспекции. Им теперь и предстоит разобраться, причастен ли водитель отечественного автомобиля, произошедшему, или же автоледи сама не справилась с управлением. Словат Мухаммадулин, Фиса Минязева, Константин Бушуев. Вызов 112. Не успел собрать урожай. Полицейские Татарстана ликвидировали целую плантацию, где выращивали запрещенные культивации растения. Оснащенную всем необходимым для хорошего урожая теплицу у себя дома оборудовал 48-летний житель села Лебяжье из Алексеевского района, в чем позже чистосердечно и признался. Рамиш Айдулин увидел масштабы незаконной аграрной деятельности. После задержания хозяина оранжереи оперативники принялись осматривать плоды его труда. В помещении, где согласно проекту должна была разместиться бильярная, полицейские обнаружили более 100 горшков с наркозадержащими растениями, а также около 100 граммов готовой к употреблению и высушенной травы. Ну, летом вот хотел бы, как запасы. Коноплю мужчина выращивал в цветочных горшках. Для этого он в помещении, предназначенном для бани и отдыха, создал все условия для вызревания запрещенных культивацией растений. Как показало исследование, проведенное специалистами экспертно-криминалистического центра МВД Торстана, общий вес изъятой марихуаны после высушивания составил 157 граммов. Задержанный свою вину полностью признал и рассказал, что наркотики выращивал на продажу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Рамиль Шайдорин, Айрат Назипов, Вызов 112. Использовала чужой паспорт для личного обогащения. В Нижнекамске вынесли приговор девушке, которую признали виновной в мошенничестве. Как установили следователи, увидев в интернете объявление о продаже телефона, подозреваемая встретилась с продавцом, но вместо денег оставила расписку и паспорт и перестала выходить на связь. Айрат Назипов с подробностями этого дела. Нашла паспорт, вклеила свою фотографию и обманула подростка. По такой схеме, доказали следователи, действовала подозреваемая. Два года назад 16-летняя Регина выложила в интернете объявление о продаже телефона. Покупательница нашлась сразу. Девушка представилась Аленой и слезно умоляла продать ей аппарат в рассрочку. Мол, и расписку напишет, и паспорт оставит. Дала ей телефон, получается, вам 12 тысяч должна была вернуть. Через три дня, в общем, потом, через три дня она выключила телефон, не выходила на связь, и паспорт у нее был поддельный. Как только покупательница перестала выходить на связь, Регина поняла, ее обманули и рассказала обо всем маме. Та написала заявление в полицию. Подозреваемую искали полтора года, нашли в местах лишения свободы. Ее осудили за аналогичные преступления. Зовут девушку Ксении, а вовсе не Алена. И живет она в Бугульме, а не в Нижнеканонске. Заказуемся с Городским судом, как это два части, третий, 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 трех годов лишения свободы, сбывая наказание в правительной колонии общего режима. Это преступление на счету Ксении, она же Алена, уже пятая. Причем совершала она их в разных городах республики. У девушки есть ребенок, но родительских прав ее лишили пять лет назад, когда осудили в первый раз. За мошенничество с паспортом суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы. Этот срок прибавили к уже назначенному раннюю наказание. И в общей сложности за решеткой девушка проведет три с половиной года. Вы считаете справедливым наказанием? Приговор осужденный считает справедливым. Из зала суда уходила в хорошее настроение и с улыбкой. Айрат Назип, Эльвира Софиульна и Максим Липин. Вызов 112. Заехал постирать свою машину, наказал своего же напарника и не понял, почему его отражение мешает ему пройти. Все самое интересное вы увидите в рубрике «Сплошные проколы». Этот день работница и посетитель химчистки запомнят на всю жизнь. Разговор двух женщин в торговом заведении вероломно прервал нежданный гость. В результате безумной аварии никто не пострадал. Как оказалось, за рулем автомобиля находился пожилой мужчина, который просто перепутал педали. Примечательно, что мужчина работает окулистом. Мгновенная карма постигла китайских вандалов. Молодые люди решили кипячом развить стеклянную витрину торгового заведения. Если у одного просок получился, то у второго возникли некоторые трудности. А этот пожилой мужчина настолько перебрал с алкоголем, что даже не понял, почему ему мешают пройти. Находясь перед зеркалом, он увидел свое отражение и, не поняв этого, стал просить самого себя отодвинуться подальше. Позже он стал пропускать, как оказалось ему, непонятливого человека. А позже и вовсе стал толкаться. Поломав голову и повторив тот же сценарий, несколько раз мужчина ушел по своясе. Лисанса первого, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. А вдруг она его примет.